Накануне в читальном зале филиала библиотеки номер 7 имени Владимира Колесника состоялся информационный час, посвященный памяти героя Беларуси Владимира Карвата. От простого летчика до заместителя командира полка полетной подготовки. Таков карьерный путь Владимира Карвата. Но один трагический день смог перечеркнуть жизнь не только летчика-профессионала, но и просто хорошего человека. Так о нем отзываются близкие и друзья. Героический поступок Владимира Карвата в мирное время всколыхнул общественность. Работники библиотеки имени Владимира Колесника уверены, что именно такие поступки, на которые способны люди в мирное время, формируют у молодых людей патриотизм. Такие подвиги служат примером беззаветного служения своему отечеству, своему народу. Важно. Это нужно для того, потому что, вы знаете, как-то мы пережили историю 90-х годов в нашей жизни, был такой период, когда мы забросили совсем патриотическое воспитание. Правда? Мы не говорили об этом. Там совершенно были другие ценности. Но результат налицо. Мы лучше не стали. Лучше наша жизнь не стала. А чтобы, как говорится, осознать себя в этом огромном мире, чтобы не потеряться, обязательно нужно знать свою историю. Нужно знать имена тех людей, которые внесли вклад в развитие нашей страны. Владимир Карват спас от гибели белорусскую деревню ценой своей жизни. Память его увековечена и в родном для летчика городе Бресте. Его именем названы улицы и скверы. В памяти героического летчика посвящены различные турниры и соревнования. Это помогает развивать у молодежи чувство гордости за героев, которые жили там, где они живут, ходили по тем же улицам, посещали те же спортивные объекты. Такие мероприятия развивают в наших детях любовь к родине, уважают уважение к истории. И, естественно, такие мероприятия должны проводиться почаще, поскольку наши дети, к сожалению, очень часто забывают нашу историю, все больше окунаются в какие-то компьютерные игры куда-то совсем не в том направлении. Поэтому такие мероприятия должны проводиться почаще. Во время встречи у учеников была возможность задать интересующие вопросы организаторам информационного мероприятия. Они уточняли биографические данные, расспрашивали о его наградах и званиях. Ведь Владимир Карват выходец из Бреста и жил сравнительно недавно. Подобные мероприятия помогают педагогам найти психологические ключи к мировоззрению подростков, научить их формировать в себе сильную личность. И как бы банально ни звучала эта фраза, но героями не рождаются, героями становятся.